МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 2016 году на Гомельшине выявлено больше за 5 тысяч невыкоррестовываемых объектов у всех форма властности. На данный момент выраженный лес, а мало 70% из их. Некоторые объекты вызначены под взнос, певная шастка утягнута в господарший оборот. Работа по организации аукционов оценена как эффективная. Все лето их прошло около 90. Реализовано 68 объектов. Увы, никого в бюджет поступило больше за 1 200 000 рублей, и это лепший показчик Украине. В таких будинках, как правило, организуются в творчестве, а значит, заявляются новые проционные месяцы. Те, которые были приобретены в этом году, конечно, еще рано говорить об организации стопроцентного производства. Но сегодня видна такая тенденция, что у нас объекты покупают из первых торгов. Те, которые ждали. Мы, конечно, реализуем и те объекты, которые не проданы у нас с 2013-2015 года, но это за одну базовую величину. А сегодня у нас порядка 10 объектов было уже продано с первых торгов, то есть за 100%. И, в принципе, постепенно открывается производство. Иснують и другие формы использования набитых прас аукцион объектов. Например, в этом будинке по улице Кирова ранее была пральня, а сейчас крама бойной гандлевой сетки. Эти объекты по улице Барикена были реализованы фондом Гомель, а был майомость у всего несколько месяцев тому. Сейчас тут проводится реконструкция. А вот этот будинок по улице Прилятарской является исторической каштовностью. И он был побудованный еще в 19-м 100-м годе. Сначала тут находился дом староверов Кузнецовых, которые по известках уже и за все были связаны с Ковальской справой. Потом размещались разные ведомства, а пошли господар – военная прокуратура. Будинок был набитый прас аукциону в вересне минулого года. Новое призначение объекта громадского харчевания. За этот час проведена колоссальная работа по его обновлению. Будинок Амаль полностью отреставрован из Вонкового боку, внутри ремонтной работы протягиваются. Многие предметы будущего интерьера, до речи, сделаны кавалями и рамесниками. Новый господар Юрий Сулимов про термин открытия объекта пока не говорит, однако означает, что новый декрет президента об развитии предпринимательства дозволит это заработать из наших худшей. И в этом плане я считаю, что это очень положительные моменты. Думаю, что будет гораздо проще согласовывать дополнительную документацию. И в новом свете здание увидит, это будет объект общественного питания для непосредственно всех жителей города, а также и гостей. Будет выполнен в старообрядческом стиле. В целом работа по выкористанию держмаемости на Гомельшине оценивается становчиво, а лейснуют и резервы. У приватности треба узмаснить работу по задействию неэффективно выкористовываемой маемости для задействия развития предпринимательства. Дмитрий Котов, Игорь Марыщенко, телерадиокомпания «Гомель». До официальной частки посажения Гомельского балл-выконкама ознагородили спортсменов, которые поспехово выступили на 23-летних дефолимпийских гульнях у Турции. Ускорбонку национальной команды представники региона принесли 12 медалев. Они завоеваны в двух дисциплинах – плавание и легкая атлетика. Самое поспеховое выступление у Оксаны Петрушенко. У ознагороды высшейшей пробы только на ее рахунку. Три золотые и два сребренные медали. Конечно, эти победы не стали простыми. Лично для меня самым сложным была разлука с близкими. И, безусловно, невероятно приятно, когда твои заслуги отмечают на таком высоком уровне. Я думаю, что, как и для многих спортсменов, это подспорье для достижения новых побед. Грамотами Гомельска габл-выконкама ознагородили и тренеров, которые рыхтовали наших спортсменов. Так само гоноровым знаком Министерства спорта и туризма отзначена заслуженный тренер Республики Беларусь по плаванию Ганна Букреева. Улику ее выхованца прославлены белорусский плавец Евген Цуркин. Зараз тренер рыхтует спортсменов до чемпионата Европы, который пройдет несколько дней в Копенгазине. Это обыкновенный, как рабочий день у работников, так и здесь ежедневный труд. 6, 7, 8 часов. Все зависит от того, какая направленность конкретная во дня тренировки. Протягиваем выпуск. Проголосовать дотерминованно на выборах у Мясцовой Советы Депутатов можно будет с 13 по 17 лютого. Такую информацию разместил Центр выборкам Беларуси. Заучасно отдать свой голос мае право выборщик, який у день выборов немае махшимости знаходится по месту жихарства. Нагадаем, депутатов Мясцовых Советов выберут у Беларуси 18 лютого. Темчасом на Гомельщине завершилось створение территориальных выборчих комиссий по выборах у Мясцовой Советы Депутатов. У их состав уключены 2335 человек. Найбольшая колькость территориальных комиссий заснована у сельской мясцовости. 242 из 268 створенных. 85% членов комиссий – жанчины, 0,2% – грамадзяне Российской Федерации. Практично кожный третий – представник громадской организации, кожный восьмый – працонного коллективу. А прощатого у составу территориальных комиссий на Гомельщине уйшли представники четырех политичных партей. Згодно с законодавством, усим комиссиям выделены места для постоянной работы. Все необходимое, что согласно кодекса, необходимых инструкций, все нам предоставлено. Есть кабинет для проведения дежурств, предоставляется помещение для проведения заседаний плановых. В настоящее время идет формирование окружных комиссий. Она будет продолжаться до 1 декабря включительно. Ну и в течение трех дней после формирования пройдут первые заседания до 4 декабря. Зимовая казка. За минулую ночь Гомельщину накрыла снегом, и сторонки социальных сеток сразу наполнились аматорскими фото с дымками. Так Константин Сажлобина зарабил фото по час ранешней пробежки. При этом отзначил, что ни шаканный снег не примусил отмовиться от тренировки не только его. Анастасия Будникова с Гомеля опубликовала фото маленького сына, який максимум у першиню бачить таки сурьозны снегопад. Гомельщанка Виктория Гарлачова опубликовала снежная фото яше учора у вечера и подписала. Перший снег кожный раз приходить нечаканно и кожный раз мибы у першиню у житти. Ну а для синоптиков это только новая климатичная картина чергового дня. На сегодняшнюю ранницу максимальную вышиню снегу в регионе зафиксовали у Гомеля и у Василевичах, где этот показчик оказался высшейшим за середнесуточным удвоям. На другим месте Жлобин. Там лежать 6-сантиметровые гурбы. Увоглі по пауночным заходзі снежная покрыва утварилася паусюдна. Аднак по словах синоптиков гэты снег рыхлы и мокры, таму долга радовать не будзе. Максима до завтрашніга дня йон уже растані. При гэтым у областным гидрометацентры адзначылі, што періядычные опадки у выглядзі мокрого снегу будзуть істі увесь тыдзень. Устойливая снежная покрыва як правила з'являюцца толькі до сяредзіны снежня. Дарэшы, кліматычная картина гэтага дня не пауплывала на картіну дорожна-транспортную. У сплёску ДТЗ у регіоні не зафіксавана. Напрыклад, раніцей ў обласным центры зареістравана толькі пяць дробных здарэннів. Сярод і худельніка, хтось не паспів перебудь железного коня, а хтось іще просто не привык до снежной дороги. А вось коммунальні служби були на паготові. У обласным центру на уборку снегу спецтехніка вийшла іще учора у вечер і протягуває працювать. На боротьбу со снегопадом Гомельській в області накеровано більше як 60 одинок уборочной техніки. Выдатковано 700 тонн супрось гололедной сумісі. Предварительно жилищно-коммунальне хозяйство було готово. Говориться, і була конкретно підготовлена спеціалізованна техніка, необхідне кількість піско-соляної смісі. Початку сьогодні в нічі с учетом випадення, як говориться, снега, вийшло 19 единиц піско-разбрасувачі з цельсіхніки. Соответственно, тут необхідний об'єм піско-соляної смісі, який був предварительно к сезону заготовлен, його в полной мере хватить на сезон. Початку опасений каких-то і будемо говорить, то, що завтра буде більше снега не насторажують. До інших тем сьогодні раніцей гаре у будинок предприємства Гомельш-Палєры. Пожар відбувся у актовій зале на 5-м поверсі адміністраційного корпуса на вулиці Севастопольській. Супрацівники покинули будинок самостійно до прибуття вратовальників. Потерпілих нема. Пожар ліквідованим. Огнем пошкоджено 100 квадратних метров подлоги. Причина здарення высветляється. Сьогодні у православних вернікаў розпачаўся калядны пост. І он довжиться 40 дзён до 7 студеня і рыхтой вернікаў до свята рожства Христова. Калядны пост інакш называецца Пилиповым. Угонар апостола Пилипа. У харчаваніна гэтай дні устанавливаецца строгі режим. Забароніны мясні і молочні продукты, яйкі і сыр. У понедзелок, сіроду і пятніцу нільга ўжаваць рыбу, віно і алей. Рыба дозволяецца ў суботу і нядзелю, а так сама ў дні царковных святаў. Па християнскіх традиціях пост цялесны суправаджаецца духуным. Гэта малітва, пакаяння, устрыманні адспакуз і дараванні крыгдаў. Гэта іншы новіны вы можыці знаісті на нашым сайці ў інтернэте па адресі www.tvrgomil.by Далей ў ефір і спортывны агляд з новіными спорту вас пазнаеміць Максим Савін.